Обратный отсчет К хоккею приковано особое внимание миллионов поклонников этого замечательного вида спорта. Ну и есть Олимпиады, есть события, которые, в общем-то, остаются в истории на долгие-долгие времена. Вот события, произошедшие там, в Лейк-Плэссиде, остались как в истории нашего советского, ну и российского хоккея, так и в истории мирового хоккея. События интересные, и мы сегодня будем за ними наблюдать. Мы покажем вам, естественно, не целиком, а наиболее интересные фрагменты матча сборных США и Советского Союза. Это сборных, которые вышли в четверку сильнейших команд Олимпиады 1980 года. Вместе с ними в этой четверке были хоккеисты Финляндии и Швеции. И вот эти команды должны были разыграть награды Олимпийских игр. И вот первый матч, первый матч финального турнира сборные СССР и США выходят на поле, на ледяное, поле ледового дворца в Лейк-Плэссиде. Но прежде чем мы включим трансляцию этого матча, трансляцию, которую вел тогда наш выдающийся комментатор Николай Николаевич Озеров, это действительно было колоссальное для всех нас тогда событие, 30-летней уже сегодня давности. Так вот, два слова о ситуации, которая была в те времена перед этим матчем, что сопутствовало этому матчу. Ну, как вы помните, 80-й год, это, так сказать, расцвет холодной войны между СССР и США. Все средства были хороши, как бы, для того, чтобы заявить, неважно, где это было, в какой области, в том числе и в спорте. Но американцы очень серьезно отнеслись к этой Олимпиаде, она проходила, как бы, у них на родине. И поэтому максимально достойно выглядеть в сражении с советскими хоккеистами было для них делом престижа. А надо сказать, что к тому времени сборная СССР не знала себе равных на международной арене. И вот в этой обстановке, вот в этом ажиотаже две команды выходят на ледовое поле Лейк-Плессида. Мы сейчас с вами посмотрим репортаж, а потом вернемся сюда, в студию, и вы повидаетесь с очевидцами этих событий. Я не буду рассказывать об этих событиях, о них расскажет репортаж. Итак, включаем Лейк-Плессида. Итак, начинается второй период матча. В воротах сборной Советского Союза Владимир Мышкин. Два, два. Напомню вам, счет открыл Крутов. Затем Шнайдер сравнял счет. Макаров вывел сборную Советского Союза вперед. И за одну секунду до перерыва Джонсон сравнял счет. Два, два. Второй период. Фетисов, Касатонов, тройка Петрова. Рэнди Морроу. И тройка Джонсона. Фетисов. Надо все теперь начинать сначала. Матч упорный, интересный. Конечно, без ошибок не обошлось. Но что поделаешь, впереди еще два периода соревнований. Два периода игры. Два. Важно выиграть сбрасывание. И хотя бы отдать защитникам. Защитники бросать умеют. А после броска со Сатонова был открыт счет. Крутова. Вот играет Шнайдер. 25-й нога. Харламов в зону входить нельзя. Поэтому Харламов подходит назад. Там был Петров. Удаление на две минуты американского игрока. Сейчас наши заменяют воротаря шестым полевым игроком. Свисток. Не удалось это сделать. За задержку отправляется на две минуты на скамейку нарушителей игрок сборной Соединенных Штатов Америки. Вот вы посмотрите. Кэрингтон на две минуты. Численные преимущества на стороне сборной Советского Союза. Братья Голикова и Макаров. Пелезинов первухи награды у нас. Джонсон и Москлянер остались. И в защите 3-й и 5-й номера. Моро уравни. Промах. Выбрать момент, где бросить поточнее. Пелезинов. Проток. Промах. Пелезинов. Сейчас броски. Все проверяют, что ему он должен завершать атаки. Александр Голиков. Устанавливается новым приемом. И ответная атака Джонсона. Но он один, поэтому, видите, бросил шайбу. Она ушла на правый план с Макляновым. 24-й номер. Минуту. Минута прошла. Мальцев, Лебедев, Рутов. Василиев, Стариков. Бейкер, 6-й номер. Кришчан, 23-й. 9-й. Протн. И 11-й. Христоф. Все молодые хокисы. Держит шайбу хозяева поля. Вот круто подойдет Мальцеву. Мальцев походит в ворота. Опасим. Бросок. Гол. Мальцев увеличивает счет. Великолепный проход Мальцева. И шайба оказалась в ворота хозяев поля. Посмотрите еще раз. Крутов подбросил шайбу. Ее подхватил Мальцев. Убежал от защитников. Вышел один на один. Отвел голкипера. И послал шайбу в пустые ворота. Так сказать, в мальцевском стиле все было сделано превосходно. Очень важная шайба и очень важный момент числа. И преимущество реализовать удалось. Пример. Хозяев поля заменил состав. Выпущу пятерку Бротна. На Родионе Бротнам 300. И два сильных защитника. Морроу Ремни. Очень простите. Бейкер и Кричин в обороне. Идут хозяев поля вперед. Кричин 23-й. Шайба у него. Бейкер. Самоотверженно бросается. Севарцов воротить не было. Сейчас опять атака продолжается. Хорошо уже играет Телевизинов. Самоотверженно играют наши фактишки. Еще одна атака. Хозяев поля. Агроков. Промо. Шайба вышла из игры. 14 минут и 30 секунд до перерыва. 3-2 в пользу сборной Советского Союза. Пятерка Джонсона против пятерки Петрова. Бейкер, защитник, который забросил на последних секундах матча со сборной Швеции решающую шайбу. И эта шайба принесла успех хозяев поля. Они отыграли очко. Вели встречу в ничью. Васильев. Шонсон. Сейчас Васильев пошел вперед. Монусальный вонер сезон на Петров. И Хайлов сопередил соперника. Отбросил шайбу, помешал бросить. Наши делают замены в ходе встречи. В ходе игры Петров. Александр Голиков. Пройти не удалось. Может быть, нет сегодня таких красивых эффектных комбинаций. Вот опасный вон. Шайба не прошла в ворота. Хорошо вылежали шайбу прямо в ворота. Босток. И шайба у него. Делает такой бросок в блику. Ход видит еще раз в момент борьбы за шайбу. Опасный момент ворота команды СССР. Павелик. Чеховы, лечит шеста. Ты номер. Прошел. Игра идет в зоне американской команды. И вот очень неожиданный выход. Опасный момент. Бросок в рома. 28-й номер Харрингстон. Вышел один на один. И спокойствие. Фотопышкин опять отражает шайбу постную Шнайдером. Может быть, спокойствие мышки, но он не трогнул. Так и стоял в воротах, не сдвинувшись с места. В какой-то мере и заставило допустить ошибку нападающей американской команды. Момент был чрезвычайно опасный. Вот такие досадные промыслы, которые случаются в игре нашей команды. Конечно, огорчают. Но вместе с тем воля и характер у наших кистов несомненно большой. Сорьба продолжается. Еще одна атака. Хозяев поля в защите Крамзи пошел вперед. 11 минут и 19 секунд. До конца второго периода. Шайба, заброшенная в втором периоде в Мальцевом, вывела нашу сборную вперед. Вот Китисов промахнулся. Шибко. И два американских кистов выходят. Передача бросок. Промах. Шнайдер промахнулся. Момент был стопроцентный. Вот так ошибаться нельзя. В поле такой безобидной ситуации. Тарламов уходит по ротам. Китисов бросок. И опять Джонсон подхватил шайбу. Кто-то Китисов сейчас невнимательно сыграл дважды. А выход Шнайдера и его партнера к счастью закончился ничем. Вот Петров бросает. Промах. Подключился вперед Китисов. Сейчас Харламов по Петрову бросок. Идет шайба в ворота. Защищаются хозяева поля. Дружно. Надо дать им должное. Вот и контратака. Но, наверное, у Джонсона уже скорости нет. Устал. Рисковать не хочется. Сейчас смена. Китисов. 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 Вышли братьев Голиковы. Он не посмотрел Александра. Опять шайба американской команды. Голиков Владимиров. Хочет действовать быстро. Да еще приходится следить за партнерами. Протман раньше у Шайба. Потому что все время ждешь силового приема. Вот оттуда возникают ошибки. Голико Владимиров. Макаров. 8 минут 17 секунд. До второго перерыва. Через 7 секунд. Наведенное поле выйдет с Робл. И команда хозяев поля будет в полном состоянии. Еще 7 секунд. 3-2. Впереди сборная заведения. Голиков Владимиров. Надо выиграть с Брасами. Тогда можно будет бросить. С Брасами выиграть не удалось. Сейчас через 2 секунды выйдет на поле. Американский Кокеев. Бросок. Бросок много. Добить не удается. Бросок подальше. Разрубить обстановку. Дать возможность произвести смену. Макляна. Макляна. Хозяев поле атакует наши христики по всей площадке. Вот сейчас проход Харламова. Просток. Просток. Михаилов помогает защитникам. Шаева попала, по-моему, в Бориса Александровича Майорова. Шаев подхватил Крутов и его остановили. Но очень корректно остановили, что дело справедливо. Шаев подхватил Крутов. Опять рвется вперед Крутов. Опять не получается. Старается снять бороться. Вот он, девятый номер. Девятый. Шаева у Крутова. Передача. Касатонову. Бросок подхватил. Братарь отбил. Добавить? Добавить не дают. Вот так. Такие схватки бывают у ворот. Сейчас, очевидно, будет удаление. Энергично атаковали наших. Ну, как в таких случаях бывает, вы знаете. Шаева у воротаря. Сейчас его приветствуют. Грэйга. Джина Грэйга. То его, соответственно, и охраняют. Удален в команде Соединенных Штатов Америки. На две минуты, наверное, третий номер. Вот с бородой этот игрок. Сейчас узнаем Мороу. Но не один. Удаляется и наш игрок. Так что в команде сейчас по четыре полевых игрока. Две минуты пятьдесят две секунды. Но за пятьдесят две секунды команды будут в полных составах. Да, Мороу удален и Лебедев. На две минуты. Двури Лебедев. Капитан команды Крылья Советов. Игрук Городного Советского Союза. Это Кэд Мороу. Примененный штат Америки. Вот тут Петров заступился за хлевку. Все в порядке. Шаева уже у Петрова. Но с шестим номером Петров явно не в ладах Беккера. Только у них все время выяснения происходят. Стариков перехватил шайбу Петров. Беккер атакует Петрова. По четыре полевых игрока. Вот Джонсон и Макленон идут вперед. Беккер. 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 Стариков. Отдает Балдарису. Один Балдарису, дядя. Пока поддержки нет. Чуть сзади Макаров. Через 30 секунд команда будет играть в полных составах. Опять Балдарис потерял шайбу. Удача Шнайдера. Убросок Ромов. Шнайдер и Пермухин. Макаров. Последняя минута периода. Защитник Ромзи. Крутов. Передача. Крутов поддавал Лебедеву. Может быть и зря. Опять шайба у Крутова. Спасибо. Пермухин. Просток. Шайба у воротаря. И 20 секунд до перерыва. Вот передача. Посмотрите, что делает Суворота. Наши закрывают видимость голкиперу. Защитники сбивают нападающих. Да, на редко тяжелый матч напряженный соперники, конечно, играют сегодня хорошо. Иская другая команда. Смотрю на секундомер. Смотрю на секундомер. 5 секунд до сирены. Просток. Сирена. Итак, шайбу, которую забросил, когда команда наша была в меньшинстве, Александр Мальцев, вывела сборную Советского Союза вперед. 3-2 перерыв. Итак, последний, третий период матча. 3-2 впереди сборная Советского Союза. Напомню вам, Крутов на 10-й минуте открыл счет. Шнейдер на 15-й сравнял 1-1. Сергей Макаров на 18-й минуте вывел нашу сборную вперед. 2-1. Но за одну секунду до перерыва Джонсон сравнял счет. Во второй 20-й минутке Мальцев реализовал честное преимущество. И наша команда вышла вперед. 3-2. Сейчас играет Козатонов, Хоккеистов и Фройка Петрова. Уже смена. Видите, как часто заменяет тренер. 19 секунд сыграли хоккеисты. И уже выходит новая. Следующая. Пятерка. Пятерка Жлуптова. Василия Стариков, Балдарий, Жлуптов, Кварцов. Пятерка Павелича. Шнайдер, Павелич. Харрингсон, Крыщичин и Бейкер. Александр Голиков. Стоп. Шайбу вратаря. Петровская пятерка. Просток. Сарламов впереди у ворот, но ничего не получилось. Очень много сумбурной игры. Игрок против игрока. Скорости большие, ошибок много. Но чувствуется, что игра, борьба будет до последней секунды встречи. Очень важно сейчас забросить шайбу. Игрок. Просто это сделать. Атакует Кожаева поля. Петров. Хайлов хотел отдать Харламову, не удалось. Васильев. Хайлов пошел зону, нет? Еще и замениться, как следует, не удается. Мне кажется, что арбитры часто упускают из виду. На поле бывают иногда по шесть полевых игроков. Макленн. Жлуптов, но в зону ходить нельзя. Там Балдарис. Макаров. Макаров выходит воротом. Бросок. Да, какой момент. Все, кажется, сделал. Действительно, индивидуальное мастерство Макарова прекрасно вышел. Всех обвел, но вороток не достиг цели. Пять Макаров идет вперед. Опять выходит к воротам. Спрашивание. Вот видите, как Макаров легко прошел защитников. И вратаря вроде обвел, но ушел в сторону и бросить не сумел. Тоже игра большая четверки. Один из решающих матчей. У шведской сборной одночка. У финской команды пока нет очков. Вторые соперники встречаются. Так что борьба будет не менее упорная, чем сегодня, что матч. Какие-то вступили на штатах Америки и Советского Союза. Байкер. Сосонов. Прошает. Сейчас-то просто в зону, потому что промедлишь и будешь на льду. Силовой прием. Сейчас будет удаление. И удален будет, по-моему, Крутов на 2 минуты. Так, Крутов на 2 минуты. Численные преимущества имеет команда Соединенных Штатов Америки. Численные преимущества имеет команда Соединенных Штатов Америки и Советского Союза. В первую очередь Беллизинов, братья Голиковы. Вот он, юный Крутов. Заслуживающий самых добрых снов. Не за это, конечно, удаление, а за игру здесь налетяли. Ну что ж, сейчас будет не легко эти 2 минуты. Соперники постараются реализовать честное преимущество. Вот. Входит в зону. Хороший бросок. Следующий бросок. Следующий бросок. А вот и мышкин в игре. Такая сквалка ворот. Там 21-й номер просто сражается. Это Эрозионе 21-й. 11-й Кристо. Девятый бросок. Минуту выдержались. Братья Голиковы уходят. Ворота просток. Промах. Достаточно хорошая возможность. Хороший бросок был. А сейчас бросок. Отбили и эту атаку. Через 32 секунды выйдет Кротов. Смена в ходе игры. 20 секунд до выхода Кротова. Еще раз атакуют хозяева площадки. Бол. Отступил наш защитник. И за 11 минут 21 секунду удалось реализовать численные преимущества хозяев поля. Три-три. Три-три. Счет сравнялся. Счет сравнялся. К тому, что шайбу сравнялся счет. Шайбу забили. Три-три. И, конечно, эта шайба сейчас добавит настроение хозяев поля. Вот Петров пасует направо. Не совсем точно Михайлову. Ремзи и Михайлов. Расплани в зоне Мушкина. Расплани в зоне Мушкина. Уэллс. 15-й много. Очень быстрый такой игрок. Заводила в этой пятерке. Проброс. Смена. 20 минут и 46 секунд до конца встречи. Три-три. Пятерка Павелича. Где играет Шнайдер. Против пятерки Жлухтова. Жлухтов. Косток. Куратарь отбил. Добавить. Куратарь отбил. Балдарит. Просток. Простал Жлухтов. Здесь много игроков. Четвертая шайба в ворота к нашей команде. И ровно 10 минут. 4-3. Вперед выходит хозяева поля. Куратарь отбил. Куратарь отбил. Куратарь отбил. Забросил. Эту шайбу. Давайте посмотрим. Последовал бросок. Мышкин. Пропускает шайбу. Забросил ее. 21-й номер команды. Эрузионе. Еще 9 минут 54 секунды. Такая достатная ошибка защитника, когда счет сравнялся. Вот привела к тому, что команда хозяев поля воодушевилась. Заиграла с подъемом, с настроением. И сейчас забросили еще одну шайбу. Четвертую. Мальцев. Лебедев. Шайба у Лебедева. Передача к Крутову. Лебедеву. Бросок. Простал отбил. Шайба. Опять у наших шокеистов. Лебедев. Перед Мальцеву. Бросок. Ромов. Хороший был быстрый пас. Шайба у Мальцева. Мальцев поворот. Передача назад, но выходит шайба в среднюю зону вне игры. Вот вы видите еще раз этот момент атаки сборной Советского Союза. Вот показывает вам двух тренеров. Посмотрите волнение одного и другого. Оба с надеждой посматривают на секундомер. Восемь минут и пять секунд до конца сегодняшнего матча. Еще есть время. Есть возможность сравнять счет, поправить положение. Морроу посылает вперед. Сейчас уже не до комбинации. Только шайба бросается в зону. И здесь идет вот такая борьба. Бросок продом. Ротарь отбивает. Добавить некому. И сейчас контратака. Правда и она ни к чему не приводит. Американство такое положение вне игры. Выходит Крутов, Лебедев и Мальцев, Васильев и Стариков против пятерки Прос на девятого номера. Американцы успевают отходить назад. И здесь все пятерки встречают наших игроков. Вот и сейчас три, как правило, сзади. Васильев. Лебедев бросает в зону. Васильев. Бросать неудобно. Ответ от Азиаев в поле. Шесть минут и сорок семь секунд до конца матча. Четыре три, впереди Азиаева в поле. Петитов. Бросок. Вет. Бросается под бросок Мороу. Владимир Голиков. Александр Голиков. Бросок. Промах. Атака. Так и Сатонов бросает. Здесь прямо отыгра остановлена. Прямо сверх силовая борьба идет. Что-то из другого вида спорта. Из вольной борьбы. Вот бросок. Самотверждно сыграл защитник. Американской команды. Американской команды. Вот он Мороу. Еще шесть минут и двадцать шесть секунд. Мороу. Мороу. Пахаров. Мороу. Американской команды. Пахаров. Касатонов. В зоне команды Соединенных Штатов Америки был свисток. Арбитр свистнул не вовремя. Шайба из зоны не вышла. Так сказать, разрядил обстановку. Середина. Коток. Ещё одна атака сборной Советского Союза. Петров бросает. Вратарь Грэг отбивает шайбу. Он, конечно, издали не забьёт. Но такой бросок психологического порядка. Ещё 5 минут и 21 секунда. Заменяют американцы свой состав. Ещё 5 минут и 21 секунда. Ещё 5 минут и 21 секунда. Из зоны шайбы не выходит. Но время идёт. Опасных моментов нет. Проброс. Мена. Выходит Лебедев с партнёрами. Силев пасует вперёд Мальцеву. Круто с Лебедев в зоне. Похоже, сейчас у хозяев поля одна задача выдержать и не дать забить, отвечая контратаками. 3 минуты 53 секунды до конца матча. Макаров. Чуть запоздал Александр Голиков. Пятерка здесь Казаева. Аплодисменты Мышкину. 3 минуты 23 секунды до конца встречи. Одиночку не пробиться, но Харламов пытается это сделать, а сейчас в основном атакует по всей площадке. Играть сложно. Но еще 3 минуты. 3 минуты до конца встречи атакует сборная Советского Союза. Петров. Харламов. Михаилов подплатил шайбу. И защитник Бейкер. Пробро. 2 минуты и 31 секунда. После завтра команда Соединенных Штатов Америки встретится со сборной Финляндии, а сборная Советского Союза будет играть с командой Швеции. Лебедевский пятерка атакует. 2 минуты до конца матча. 3 минуты до конца матча. Может быть настанет такой момент, когда Тихонов пойдет на последний шанс. Заменит Мышкина шестым полевым игроком. Я пока напомню вам, что в турнирной таблице положение таково. Сборная старт 2 очка. Швеция 1 очко. Команда Соединенных Штатов Америки 1 очко. И у Финской команды нет очко. Так что, эту турнирную таблицу вы помните и, соответственно, можете предполагать, что все равно Олимпийский турнир продолжается. Если американцы выиграют, у них будет 3 очка, у наших 2. У Шведской 1 и у Финской сборной. Пока нет, но вечером играет команда Финляндица в сборной Швеции. Хозяев полю бросает шайбу и затем отступают назад. Полторы минуты. Бейкер. У Явцева в игру сбрасывает Жоню Мышкина. Петров. Петров. Георит. Миноту 12 секунды. Петров. Георит. Великанцев сзади. Четвёртый, пятый. Последняя минута встречи. Передача опасный момент. Бросок уродов. Петров промахнулся. Белетинов. 40 секунд до конца. Петров. Рома. Арламов. Бросок в зону. 20 секунд. Надо же заменять Мышкина. И все увлеклись, что сделает наша пятёрка. Она штурмует ворота. Но, видимо, слишком поздно. 5 секунд до середы. Команда Соединённых Штатов Америки выиграла у наших шуткистов. И теперь лидирует в турнирной таблице 3 очка. До этого заканчиваем нашу передачу. Делали Барташ, Николай Озеров. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok